I have ways of blowing things off Под влиянием морской темы Наверное, я хотел бы Вам сказать про Одного моего знакомого Адмирала Который ведет свой канал на тему Кораблей и моделирование И моделирование кораблей И все, что с этим связано К тому, что там есть некоторые интересные истории В общем-то, если вы заинтересованы Морской темой и темой кораблей Всего того, что с этим связано Ссылочку на его канал я оставлю в описании Заходите, там интересно, прикольно Потом Прошло некоторое время Опять же, с последнего раза Когда я записывал Disco Elysium И я как-то пошел в Steam Посмотреть, что у меня там с загрузками У меня просто в Steam все загрузки Автоматически выключены И я по мере надобности Иногда подгружаю обновления на игры И оказалось, что в Disco Elysium Я очень давно не подгружал обновления А они тут есть Я такой, черт А зачем я это записываю без обновлений Взял все это, закачал И, в общем-то, получился Такой эффект Во-первых Почему-то меня отбросило Сейчас у нас 18.30 Давайте я нажму на паузу Чтобы время не шло Блин Ладно Так неинтересно смотреть Загрузило меня в 17.00 Как раз перед разговором с водителем грузовика Я его быстренько за кадром проклацал весь этот разговор с водителем Пытался нажимать все те же опции Которые я нажимал Также потом я прибежал сюда Поговорил с нашей переговорщицей Тоже старался нажимать все те же опции Но мне показалось, что я где-то в парочке мест кликнул по-другому В общем-то, у меня какой-то квест засчиталось Тайный квест пройден Также мне не удалось ее убедить Только в прошлый раз у меня возможность убеждения была 73 Если я не ошибаюсь В этот раз у меня возможность убеждения была 58 Возможно, я не все свои аргументы подтвердил Но в этот раз я тоже ее не смог убедить Она меня, типа, уделала на переговорческом фронте Все дела Но в этот раз все закончилось тем, что Ким хочет со мной поговорить А вот это интересно, этого не было А, и еще, ребят Стали озвучиваться не только диалоги наших персонажей Но также стали озвучиваться все внутренние голоса То есть вот эти все Разум, рациональность Они раньше не озвучивали Сейчас после обновления Они стали озвучиваться И я не знаю, с одной стороны это круто Потому что, ну, больше труда люди вложили С другой стороны Ну, мне придется как-то это все Может, тише делать разговор Потому что озвучивают они все на английском В чем прикол? Я думал, что, может быть, подзавезли полностью русскую озвучку Что было бы шикарно Но, к сожалению, пока что нет Есть полный перевод, но озвучки нету Чего ты ожидал? Честно говоря, я ожидал, что вы используете свои нетрадиционные методы Чтобы сбить ее с толку И что мы не будем становиться ее подручными Ой, то есть мы теперь ее подручные? Эта женщина знает намного больше, чем мы Возможно, все это время ей было известно О нашем утерянном удостоверении Или это оказалось лишь удачной импровизацией Как бы то ни было, наши действия сыграли и на руку К сожалению, да Тут я не могу... Вот видите, логика стала говорить теперь с нами Может, она все спланировала? Возможно, она что-то о тебе слышала? Должно быть у компании куда больше саглядатой в Мартинезе И могло быть известно о моей ситуации Вряд ли ты кому-то настолько нужен Хотя, с другой стороны, ты все-таки полицейский А что ты предлагаешь делать? Отказаться расследовать контрабанду наркотиков? Мы можем просто, ну, типа, найти мое удостоверение О, он медленно кивает Это было бы просто замечательно Но если у нас на это есть время Мир такой огромный Ваше удостоверение кусочек пластика со 8 на 16 сантиметров Так, удостоверение пластиковое По крайней мере, теперь мы это узнали Я думал, что оно бумажное, такая корочка Окей С того момента, как ты его найдешь Ситуация может коренным образом измениться Время имеет решающее значение Вы можете обратиться в участок и запросить новое удостоверение Но на это может уйти не один месяц Может вот так? Нет, если есть основания для подозрений, мы обязаны провести расследование В противном случае она может заявить, что мы встали на сторону профсоюза Или что мы в доле с ними Это нам так просто с рук не сойдет Я предлагаю расспросить ее, а затем провести расследование Небольшое Он поправляет очки И не делиться с ней результатами Просто скажем ей, что расследование закончено И потребуем поделиться информацией о линчевании Я бы не стал так далеко заходить с их предположениями Реакция совершенно не показалась мне наигранной Думаю, она просто быстро приспосабливается Профессионал все-таки Вернемся Хорошо, значит, она нам предлагает провести маленькое расследование Ну, типа, за наш счет выехать немного Хорошо, давайте попробуем Итак Хорошо, расскажите мне об этой предполагаемой контрабанде наркотиков Вернулись? Хорошо Она делает небольшой глоток из серебристого тормоза Чем я могу вам помочь? Кстати, у меня случился также диалог с самим собой Насчет коммунизма Я его все так же откинул Как и в прошлый раз Хорошо, давайте так Все просто Кто-то использует терминал B Чтобы было с благословения профсоюза Провозить Ревершольд-контрабанду сырья С самарайской изолы Wild Pines уже долгие годы подозревает об этом Сырье для чего? Мет и декстроамфетамины ГБЛ и различные синтетические психоделики Честно говоря, намного проще перечислить то Чего из этих веществ нельзя сделать Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе Продают наркотики, я имею в виду. Мы занимаемся логистикой. Знать о таких вещах наша работа. Однако нет. Насколько нашей компании известно, профсоюз не занимается производством только перевозки сырья за долю. И хочу, чтобы мы расследовали это дело. Да, однако от Эврора и профсоюза докеров вы ничего не узнаете. Хотя, она поднимает свой костляй палец. В любой цепочке есть слабое звено. Место передачи. Грузовики на перекрестке. Чёрт! Серьёзно! Грузовики. Именно. Кто-то же должен доставить сырьё из порта в город. Поступая в Джемрак, сырьё распространяется между местными производителями, исчезает из поля зрения на транспортировке уязвимая часть процесса. Как удобно, они уязвимы на этом перекрёстке, словно выбросившиеся на берег Киты. Возможно, вы обратили внимание, что сейчас на круглом перекрёстке образовалась большая пробка из грузовика. Опросите водителей, которые там ошиваются. Возможно, кто-то из них ждёт очень важный груз. Она значительно смотрит на тебя. Глаза светло-зелёные, словно река Эсперанс в яркий солнечный день, выше по течению, где её воды чище. Скажу прямо, если вы найдёте этого водителя, я поделюсь с вами конфиденциальной информацией о компании. Доступ к секретам профсоюза также даст тебе рычать давление. А почему вы раньше не обратились в полицию? Вообще-то мы уже обращались, а не раз. Судя по всему, между участками возникло какое-то разногласие относительно того, в чью юрисдикцию попадает этот район. Мы знаем, что компания уже не сверила проверку, чтобы вывести предполагаемую часть профсоюза в этом деле. Мы также знаем, что из этого ничего не вышло. Дело не только в РКМ. Доказательства пока не удалось найти никому. Ну что ж, господа, она улыбается и указывает в сторону перекрёстка. Тогда это ваш шанс. То есть застрявшие на перекрёстке грузовики это не случайность, да? Нет, мы попросили восточный монотранспортный тракт поднять разводной мост. Это дорожное предприятие является партнёром одной из наших дочерпных компаний, однако она умолкает, глядя на море. Это лишь временная возможность. Как только комитет по торговле обработает жалобы, им придётся отпустить мост, и тогда перевозки возобновятся. Она смотрит на зер. Тысячи литров сырья будут выброшены на улице Ревашолине, на востоке, на другом берегу реки и на западе. А, где живут уязвимые и изнурённые. Ну что ж, по крайней мере, мы нашли разгадку одной тайны. Чего имеете в виду, лейтенант? Почему я должен был звонить мототранспортный тракт и упрашивать опустить для меня разводной мост? Эта загадка мучила меня с того самого момента, как я впервые приехал сюда на своей мотокарете. Мне очень жаль, что это доставило вам столько неудобств, лейтенант Кицураги. Но нам действительно нужно было перекрыть движение. Это уникальная возможность, уверена, вы понимаете. Хорошо, значит, движение перекрыто не с тачкой, движение перекрыто намеренно. И у нас есть водитель, стоящий возле грузовика, и там ещё толпа разъярённых профсоюзников, к которым я ещё не подходил. Ладно. Чем можете доказать, что профсоюз замешан в этом деле? А откуда у них, по-вашему, деньги на забастовку? Там же тысячи докеров, которым уже 4 месяца подряд не работают, не получают зарплату, но гнут свою линию. Перед забастовкой на местные предприятия обрушилась волна рэкета, высасывающая средства... Высасывание средств привело многие фирмы к банкротству. При всём уважении к местному бизнесу, который вынужден выживать, словно кактус в пустыне, содержимое их кассовых аппаратов вряд ли могло бы обеспечить 2000 человек, да и они себя-то обеспечивают с трудом. Так вы считаете, что забастовка финансируется за счет сырья для наркотиков? Именно. Которая, скорее всего, по ночам выносит через те самые ворота. Затем прячут в грузовиках и возят в джемрок. Вам нужно лишь найти одного водителя, который согласился бы обо всём рассказать. Почему мне кажется, что это всё сведётся к тому же водителю из прошлой серии? Но он славный малый. Хотя, знаете, в чём прикол? Хочешь что-то спрятать, спрячешь на самом видном месте. Когда он сказал, что он перевозит что-то запретное, мы такие, чё, серьёзно? Но он это сказал с иронией, наш внутренний голос нам сказал, что это сказано с иронией. А может быть, это было сказано не с иронией? Надо сейчас вернуться к нему. У нас уже есть основание подозревать, что кто-то из водителей был участником самосуда. Возможно, это даже не случайность. Но не обязательно. Хотя, если у вас есть доказательства, я с удовольствием с ними ознакомлюсь. А я с удовольствием ими поделюсь, Летина, после того, как всё будет сделано. Ладно, я принял решение по поводу этого расследования контрабанды. Да. Мы возьмёмся за это дело, проверим водителя и посмотрим, к чему это приведёт. Да, хорошо. Отлично. Она делает большой глоток чая. Согласно имеющимся с информацией, на перекрёстке застряло как минимум три грузовика. Надеюсь, один из водителей что-то знает. Мы видели только одного водителя. Возможно, это ни к чему не приведёт. А возможно, он перерастёт в полноценное расследование. Я могу удержать мост разведённым ещё как минимум несколько дней. Этого времени должно быть достаточно. Если я могу ещё чем-то помочь в этом расследовании, только скажите. Она делает ещё один большой глоток своего бездонного термоса. Вы создаете впечатление умного человека. Мне нужно, чтобы кто-нибудь подробнее рассказал мне о реальности, в которой мы находимся. О, реальность? Она плотнее запихивает в ворот капюшона. Да, да, реальность. Стороннее... Стороннее дело наше. Экспериментальное стороннее дело. Я поражу личное расследование в отношении мира, которым оказался. Поистине любопытно. Философ-детектив. Моя тери заключается в том, что изучение природы этой реальности в конечном итоге сольётся в единое целое с расследованием убийства. И на самом деле, это одно и то же. Вообще-то... Я вас не для этого просил раз... Ну, хорошо, давайте вот так. Неужели лейтенант удивлённо поднимает бровь? Блин, уже 8 нас 50. Глубин... Глубинная взаимосвязь, кивает она. В таком случае, постараюсь помочь, чем смогу. Давайте, спрашивайте. Оооо... Ты... У меня и полицейская волна, и концентрация на 3%. Так, ладно, поехали. Я знаю, что все варианты выглядят привлекательно. Начни с первого, хорошо? Где мы? Где мы в Мартинезе, пупсик? Пупсик, блин, у меня же... А, ладно. А, что такое Мартинез? Она, пупсик? Вмешательная ласкательная, которую обычно используют люди за 50. Пережиток эпохи диска. Не обращайте внимания. Хотя я сам пережиток эпохи диска. А, она улыбается всем и таки. Она имеет в виду, что вы ровесники. А, что такое Мартинез? Мартинез это район Ревошоли. Она осматривает полы зелёного плаща, хлопает... Она осматривается. Полы зелёного плаща хлопают на ветру. Очень маленький район, приютившийся рядом с грузовым портом. К северу от 881 Джемрака. Так что вы ни о чём не знаете, вовсе не удивительно. Никому не... То, что вы ни о чём не знаете. Никому не нужно... Никому не нужный, можно даже сказать, забытый всеми район, превращенный в руины во времена революции. Она пожимает плечами. Она... Я не так уже много о нём знаю. До этого была здесь всего один раз, ещё подростком. Хотя здесь мало что изменилось. Она закрывает глаза. Руины, терминалы рыцарские... Рыбацкие лодки рыцарские, почему бы. Тростник. Мальчишки с шерченными плечами. Она вновь открывает глаза. Когда-то в этом месте было провинциально... Это место было провинциальным курортом для рабочих. Но потом город поглотил его. И артиллерия доделала остальное. Теперь главная местная достопримечательность... Тростник. Чем дальше до побережью, тем гуще заросли. Вы помянули море. Как оно называется? На самом деле это не море. Это залив Ревашоли, который находится в океане. У океана? Да, мы на острове в океане. Крупнейший в мире водный объект. Островалиський океан. Первые жители Ревашоли называли его Ле-Эмиле. Ле-Эмиле-Синяя бесконечность. Как называется остров? Это уже известно. Это Каю. Она летит на воду. Представьте себе камешек, который... Гладкий камушек среди огромного синего моря. Интересный расколотый трещины. Это река Аспиранс. Мы находимся в ее дельте. Шестой рукав реки. Рукав дельты Мартинеза. Ну-ка, вот это вот интересно. С удовольствием так. В какие времена мы живем? Во времена, когда не происходит ничего важного, детектив. Прижимает палец к губам и затем указывает на тебя. Мы с вами родились, когда буря уже леглась. Опоздали на сотню... На сотую долю секунды. Опоздали к чему? К тому, чтобы застать великие времена. Ее глаза загораются. Она сверкает белозубой улыбкой. Что за великие времена? Революция! Поясняет она. А, и что же это за революция, о которой мне постоянно твердят? Все просто. Каждые сто лет или около того, человечество собирается, чтобы решить, что дальше. Кому быть убитым, а кому владеть полезными ископаемыми. И тогда начинается сущий кавардак. И кто словил пулю головой? Коммунисты. В общем, и целом, во время мировой революции пулю в голову получил около 40 миллионов человек, но коммунисты были истреблены без остатка. Там в общаге есть один, вообще-то, если что. Идите его тоже добейте. Да, и еще анархисты. Им здорово досталось. Настолько здорово, что об их существ они просто забыли. В этом и больше всего нравится полностью. Так, так и есть. Их похоронили в братских могилах в Азоне, и больше о них никто не слышал. Так, они стреляли в друг друга. А как-то обычно бывает. Успели убить 2 миллиона человек, пока с ними не покончили. Похоже, недостаточный людей пункт. Эх, это траги... Я не то нажал, черт! У меня рука соскользнула. Это не является официальной позицией РГМ по данному вопросу. Замечательный лейтенант, не отрываясь от своих записей. То есть это я типа от себя. Похоже, недостаточно людей. Я не то нажал, ладно. Не волнуйтесь, по приказу Краса Мазова, 15 миллионов человек получили пулю в голову, но это случилось далеко, в Граде. Кто-нибудь еще словил пулю в голову на противоположной стороне? О, множество людей. Даже король словил пулю в голову. Или его бросили под лошадь, или утопили. Показания расходятся. Формальности никто не соблюдал. Она качает головой, и все равно это был даже не король. Всего лишь его племянник. Мне плевать на королей, скажите только одно. Остреби по людям, улыбается она. У кого есть права на недра? Права на недра у либералов. Она поднимает глаза к небу, а потом переводит взгляд на разрушившийся город. И под права на недра я подразумеваю все. Так и под либералами вы подразумеваете. К либералам обычно относятся представители среднего класса, детектив. Или относящиеся, оставшиеся аристократия, бенефициары предреволюционного соглашения. Ого, как им удалось выиграть? Некоторые из них были достаточно богаты, чтобы поддержать конституцию монархию. Большая ошибка. Другие поставили на революцию. Их назвали ультра или ультралибералы. Они неплохо нажились. И как им удалось выиграть? Они не то, чтобы выиграли, просто выжили. Когда война окончилась, не осталось никого, кроме нас. Все остальные получили пулю в голову. Помните? Нас. Она одна из них. Ну, конечно. Но к этому мы уже пришли, кстати. Если бы все были мертвы, то кому было бы сдаваться? Иностранным интервентам, коалиции. Эти люди и достались, этими людьми достались настоящие права на недры. Вы сказали, что либералы и так уже все забрали. Либералы забрали все, что не было прибито гвоздями к земле. А коалиция забрала землю. Она притоптывает ногой в земном сапоге. И океан, законы и людей. Кто ходит в коалицию? Это коалиция государства. Град, Меск, Веспер, Мессина, Аранье и Сюр-Люкле. Вооруженный центр мира. Они высадились на этой земле и положили конец революции. Это было очень по-моралистски. Моралисты считают, что ничего не нужно менять. Они верят в права и недра, и то, что не стоит стрелять людям в голову. Во всяком случае, не так часто и не так жестко, как и остальные. В наши дни они формируют коалиционные руководства. Представительство временно руководства Ревошоли уже очень давно. Здесь их зона контроля. РГМ охраняет крупицы того закона, который они сами когда-то предменили. Технически вы моралисты. Синий цвет моралиста. Официальный девиз моралиста, интернационала моралиста. Это синяя незабудка, кусочек серых небес. Неофициальный и на мгновение явилась надежда. Есть официальный, есть неофициальный. Ладно. Хорошо. Так. Не думаю, что я моралист, мадам. Не только технически, но и практически. И на мгновение явилась надежда. Если это означает всегда придерживаться мнения, которое ни к чему не обязывает. Так. Вот это давайте. Убежденный центрист Кивайтана. Таких не часто встретишь. Хорошо, когда на вашей должности человек способен сохранить холодную голову, когда дело доходит до стрельбы по людям. Так. Довольно в старых временах. Так, так, так. Их уже не изменишь. Кто знает. Может, нас еще ждет рассвет. Ай, три процента. Ну... Да. Что-то имеешь в виду под чем-нибудь важным. Но я по три процента кликну, но оно не сработает ни то, ни другое. Так. Хорошо. Смотришь на мир вокруг, тебя отхватывает странный холод. Волны качают яхту медленно. Больше ничего. Давай-ка, что вы такое? Ну, чем я точно не являюсь, так это фундаментальным понятием реальности. Судовка отвечает она. Логично. Возможно, мы найдем способ заставить ее рассказать о себе чуть позже. Что это? Спрашиваешь ты, раскинув руки в стороны. Птица. Она наклоняет голову. Нелетающая птица семейства... Ла-ла-ла-ла. Обитающая в полярных регионах. Не угадали. Я имел в виду место. А! Она раскидывает руки почти так широко. Это причал у дома 33А на Рю-де-Сен-Гислен. Жители этого дома любезно предоставили мне в аренду место для яхты. Или два места. Она смотрелась вокруг. Рю-де-Сен? Что это за дом? На квартирный дом построен до революции. Старые дома обычно называются многоквартирными. Видите ли, новые здания называют батиманами. Однако про дом 33А и 33Б совсем нельзя сказать, что они новы. Они же старые. Она поднимает взгляд на фасад здания и обсыпавшуюся штукатурку. Когда-то в этом здании было от 8 до 10 этажей. Это был постоянный настоящий небоскреб по меркам прошлого века. Его построили как ответ на небоскребы, что стоят в дельте, по ту сторону залива. Разумеется, это было еще до войны. Кто жил в таких домах? В основном городские жители... Средний класс, я полагаю, когда-то это было жилье премиум-класса, но потом пушечные снаряды срезали 4 или 5 этажей. Настоящий... А, стоящая на полуразрушенном балконе девушка в старых странных одеждах подносит измазанную красной краской кисть к горлу и бросает на Джойса озлобленный взгляд. Чик-чик! Срезали. Отсюда кажется, будто она проводит кистью по горлу, словно перерезая его. Угу. Прелестно. Спасибо. Похоже, вы богат. Дадите мне денег. Хотел бы ты сказать, но это не просто... Это не так просто. А что, почему нет? Посмотри на эту даму. Просто взгляни, разуй глаза. Такой дорогой материал. То-то и оно. Под надежным укрытием плотно зеленого плаща, практически примитивного в своей простоте, шелковатая... Шелковая блузка и нежную шею обвивает шаров в тон. Серги с матовым оранжевым жемчужиной поблескивают в покрасишек от холода в мочках ушей. Светло-зеленые глаза, полные любопытства и тревоги. Пристально изучают тебя, богатство и все возможности, которые она представляет. Добрые глаза богачки, которые словно бы говорят, нет ничего невозможного в разумных пределах. Так и что? А теперь посмотри на себя, шелка обезьяны, которая едва может завязать шнурки на своих ботинках. У тебя под мышками водонады. Твое появление предверяет убийственный алкогольный дух. Волосы прилипли к колбу, труселя давят. Ты беден, как церковная мышца. Не можешь просить у нее денег, не чувствуешь? Нет, мне не стыд на самом деле. Ну, у него есть... Ну, не то чтобы... Грубо говоря, у него есть повод для того, чтобы так выглядеть. То, что с ним случилось в жизни. Просто он оказался слаб, чтобы этому противостоять. его стоять. Но он не просто алкаш. Он... Он хороший детектив, просто который оказался в такой ситуации. Да, вот это вот. Думаю, что игра в коммунизм спасет тебя от этого чувства. Нет, тебе более унизительно будет ползать перед ней на колени. Как я уже говорила, она прерывает молчание, возвращая тебя сила воли. Она возвращает тебя к действительности. Неподалеку чайки клюют какой-то мусор. Если я могу хоть как-то помочь, вам прошу вас, скажите. Давай! Вуаля! И ты уже говоришь. Похоже, вы богаты. Дадите мне денег. Не могли бы вы дать мне денег? Прошу, помогите. Я беден, чтобы жить дальше. Мне нужны... Так, похоже, вы богаты. Вот, давай вот это. Ну да, я действительно богатая. Сколько вам нужно? Надеюсь, не слишком много. Я же не ношу... Мне нужно 100 реалов. Неплохая сумма. Немаленькая, но и небезумно большая. Она запускает руку в карман плаща и достает оттуда маленький конверт на застежке. Внутри пачка бумажных купюр, словно черные жабры и невиданные рыбы. Да! Она достает несколько купюр и протягивает их тебе. Бумага холодная и жирная на ощупь. У нее в пакетике должно быть около 200 реалов, может чуть меньше, ну и немного мелочи на дне. Ну что ж, она возвращает конверт обратно в карман плаща. Надеюсь, это не был подку полицейского. Не то, чтобы закон о торговле в условиях чрезвычайного положения явным образом запрещал это, но все же... Самый, что ни на есть подкуп, теперь и ваша пешка. Я честный полицейский, один из немногих честных людей Ревошоли. Я все еще пытаюсь осознать, что такое деньги. Вы лишь помогли мне разобраться с этим понятием. Вот, давай вот это. Вы правы, закон о торговле в условиях чрезвычайного положения разрешает такого рода пожептывание, сколь неподобающим они бы не казались, при условии надлежащей регистрации в участке. Что ваш коллега, разумеется, непременно сделает. Она кивает, затем выгибает профи, смотрит на тебя. Итак, могу я чем-нибудь еще помочь? Валим отсюда. Спасибо. Пожалуйста, детектив. Удачи в расследовании. Так-так, поступила информация о том, что где-то в Мартинезе намечены нормальные, разумные и умеренные политические убеждения. Должно быть, ты ошибаешься, они достаточно радикален. Да, я такой, саморадикален. Должен же хоть кто-то сохранять здравый ум? Все потому, что я в политических беседах всегда выбираю ничего из перечисленного, да? Давай вот так. Воздух вдруг затихает, становится будто прозрачным. Становится будто прозрачнее и мягче. Может, дело в похмелье, может, это просто примешанный выплеск серотонина. Но что-то тебе подсказывает. Настало время стать подднем королевства совести. Блин, поступать по совести. Хочу ли я всегда поступать? От коммунизма я отказался. Но поступать по совести, наверное, хочу. Расскажи мне, расскажи-ка мне для начала, что находится, где находится это королевство? Это не место. Это момент, который возникает лишь при правильном стечении обстоятельств. За всю историю человечества обстоятельств складывается нужным образом всего несколько раз. И как же добиться этих обстоятельств? Постепенно. Величайшие катастрофы в истории случались из-за людей, слишком спешивших сделать мир лучше. В этом гениальность Долоры Сдэй. Она поняла, что в прогрессе нет никакого смысла, если его достижение утрачивается из-за нестабильности. К настоящим устойчивым изменениям порой можно прийти лишь постепенно, шаг за шагом. А как же все это плохое и неправильное, что есть у нас сейчас? Ай-яй-яй, то, что ты живешь в настоящем, еще не значит, что ты должен ставить свои потребности выше потребности будущего. Кстати, это да. Может, ты не доживешь до становления королевства совести. Может, до него не доживут твои дети. Может, даже внуки. Это же не повод не трудиться. Какая рациональность. Какая выдержка. Погоди, путь королевства совести вообще подразумевает хоть какое-то действие или только сохранение статуса кво? Ладно, но что-то вообще похоже... Но на что вообще похоже? Суть королевства непроста. Постичь и еще сложнее описать. Отчасти потому, что для этого человечеству пришлось бы отринуть множество категорий, которые определяют и ограничивают его сегодня. Количество совести постапокалиптическое, постнациональное. Постиндустриальное, постидеологическое, даже постсексуальное. У меня два отказа и одно соглашение. Скорее... Скорее в королевство. Королевство совести звучит хорошо. Возможно, я об этом пожалею, но я хочу с этим согласиться. Придержи коней, рациональный ты наш. Ты чем слушал, когда я говорил о постепенном достижении... А, точно. Постепенно в королевство. Новая мысль. Так-то лучше. И запомни, настоящая демократия, ревошель не за горами. Пройдет немало времени. Но когда она наконец-то наступит, мы все станем намного счастливее. Так, от сохранения. Хорошо. Насчет мыслей. У меня есть королевство совести, есть... В общем-то, новые слоты мы можем открыть, только разблокировав их путем траты опыта. Но, наверное, я сделаю это. Так, королевство совести усвоить. И открою. А еще одно я не могу разблокировать. У меня есть вот такая штука, которую я не могу, к сожалению, усвоить. У нас одинокая дорога домой. А, если я не могу убрать, я могу только забыть, к сожалению. Хорошо. У нас только приемник потихонечку решается. У нас решается белый траур. Королевство совести мы закинули. Я хочу открыть побольше, чтобы у меня разные мысли усваивались. Это мне будет давать бонусы. Я понимаю, что это хорошая вещь. Так. Узнайте правду о реальности. Джойс не только богат, она и согласна ответить на ваши вопросы. Хорошо. Тайна. Возьмите показания у водителя. Вот. Но, прежде всего, я начинал эту серию с той мысли, что игра, видимо, задумана таким образом, что первую ночь мы спали на лавочке. Но нет, сейчас 19.24 и у нас есть, черт побери, 100 реалов для того, чтобы пойти и заплатить за гостиницу. Мы сможем переночевать в комнате. Это просто фантастически. Мне бы не хотелось спать на лавочке. Мне кажется, я бы замерз. Хотя нам намекали, что вы можете провести на лавочке ночь. Все дела. Кстати, тоже в загрузке мне писали о том, что большинство людей ложится спать в 21 час. Блин, я надеюсь, что сотня это не за одну ночь. Это было бы печально, сотни за одну ночь. Я вторую сотню не соберу. Вы что? Нет, может соберу, конечно. Так, чувак. Ох, тут... Ооо, как тут все поменялось так вечером. Пойдем заплатим? Еще денег, которые я тебе должен. Я принес твои деньги. Вот 100 реалов. Хлопнуть купюрами по прилавку! Да, подавесь ты! Ладно, прости за неудобства. Давайте по-человечески. Потому что, ну, мы пошли по совести, и мы тут насвинячили. Отлично, офицер, спасибо. Это все, что я хотел, чтобы мне заплатили за предоставленные услуги. Хорошо, что вы заплатили до 21, а то ваша дверь бы заблокировалась. Он постукивает ногой по металлическому ящику в задней части стойки. Прошу вас с завтрашнего дня оплачивать постой заранее 20 реалов за ночь. Ну, у меня есть уже 13, то есть 7. Возможно, я 7 где-то найду за сутки. Это реально. Ким открывает бумажник. Я тоже возьму номер. Разумеется, он берет деньги и протягивает ему ключи, а рад гостями с РГМ. Чем я могу еще помочь? До свидания. Ну что ж, очень круто, что мы успели. Фух, возьмите показания у водителя. Да пойдем, пойдем. Так, найти деньги. Вот. Вам нужно найти 20 реалов, чтобы заплатить за номер в танцах раньше. Иначе после двери номер будет заперта. Если вы не найдете место, где можно ночевать бесплатно, вам придется повторять это каждый вечер. Черт. Ну, сегодня же мне не надо 20 реалов, я надеюсь. Хорошо. А, не-не-не-не-не. Тут ничего у нас нету, но что у нас с дверью? Вы видите, что у нас дверь с крупным перфорированным замком. Выкрашенная в синий. Погодите, а болторезом я никак не могу сниничать? Кстати, алкогольный напиток? Э. Болторез. Фонарик. Что у нас было? У нас монтировка, кстати, была. Нет, я не могу монтировкой дверь открыть. К сожалению, у меня не появляется действие. Ключи. У меня есть ключ от номера. Хорошо. Пока еще не слишком поздно. Поговорить я тут с новыми ребятами вроде как ни о чем не могу. Хотя тут появилось много людей. Тут началась дискотека. Я так подозреваю, что могла выйти девушка с верхнего этажа. Но сначала хочу пойти поговорить с водителем. Вот, видите, можете лечь спать после 21-го. Сон полностью восстанавливает здоровье и боевой дух. Отлично. Так, секунду, ребят. Я еще раз пошел убедиться насчет языка. Не могу ли я включить какую-то русскую озвучку? К сожалению, не могу. Но я понял, что я могу... Появилась опция по отключению озвучки. Но я пока оставлю как есть. Вроде как оно не мешает. Посмотрим, как оно будет там дальше. Пишите. Если вам мешает английский разговор на заднем фоне, то я, возможно, отключу. Посмотрим. Так, дружище. У тебя не найдется мелочи? Ты, похоже, человек, который мог бы разбираться в наркотиках. О, дружище у нас с наркотиками долгая история. Он откидывается назад, служив руке над головой. Я, знаешь ли, неплохо повеселился, катаясь на безумных волнах собственного сознания. Но он делает паузу, отпуская воспоминания. Те дни давно прошли. Сейчас в моей жизни другие пристрастия. А почему ты спрашиваешь, дружище? Ты на эти другие пристрастия деньги берешь от наркотика... Не, ну это было бы слишком грубо. Мне надо заторчать. Я ищу дилера. Я буду с тобой откровенен. Я пытаюсь выяснить, кто возит наркотики. Хочу ли я быть с ним откровенным? Ладно. Ну, блин. Соврать или не соврать? Честно, он выглядит как нормальный парень. Но кто ж тебя знает-то? Ладно, давай вот так. У нас есть информация, заслуживающая доверие информации. Вмешивается лейтенант. Кто-то из шоферов в этой пробке ждет большую партию наркотиков из порта, чтобы отвезти в грузовике в Джемрак. Это не я, мужик, это точно. Мне проблемы не нужны. Все и так достаточно плохо, и за заторы люди уже за оружие хватает с тобой, гляди, и полыхнет. Погоди, а что ты до сих пор торчишь? Я должен охранять грузь. Начальство не любят, когда добро пропадает, а мне есть время поработать над текстами и рифмами. Он рифмоплет. Что ж, похоже, это правда. Понятно тогда, откуда взялась ритмичная зарисовка и вообще его манера разговора. А кто-то там может заниматься подобным. Слушай, дружище, я стараюсь держаться подальше от преступного мира Ревошоли. Я здесь гость. Если хочешь задавать такие вопросы, поищи кого-нибудь другого. Похоже, что он не врет. Высокий шанс 72, но... Погоди-ка, тут что-то есть. Задвинута в пыльном углу. Начинается так. У зеркала всегда температура нулевая, как лед по венам отражения и рентген. Ого, он подается к тебе в глазах его интерес. А что дальше? Словно партир, что принимаешь на причастие безмолвном. Причастие безмолвно? Сильно. Слова, кажется, заворожили его. Где изумленный рот, раззявив меняешь личность, никогда не бывшую твоей... Нифига себе! Восклицает он, не в силах сдержаться. Вот это ништяк, тема. Сам сочинил? Я на самом деле не знаю. Я думаю, что автор настоящий поэт, а я просто выучил наизусть. Я лишь сосуд для своей музыки. Я думаю, что слова мои. Да. Отпад, похоже, я в тебя ошибался. Все-таки копы в наши дни не отличаются поэтическими наклонностями. Я рад встретить коллегу поэта, того, кто ценит настоящий текст. Остальные тут... Тут, понимаешь, они на самом деле не врубаются. Красивые слова помогают все это... Красивые слова помогают все это переносить. Вот видишь, оказывается, копы тоже люди. Да, что ж, я должен извиниться за то, что я думал иначе. Я скажу еще раз. Отпадный стих. Показывает тебе большой палец. Спасибо. Тебе удалось найти с этим человеком что-то общее и похоже... И даже произвести на него впечатление. Но в следующий раз, когда будешь смотреть в зеркало, вспомни эти слова. Хорошо. Пока что все. Так, получается, что у меня еще одно очко навыков, которое я хотел бы закинуть сюда. Я, возможно, об этом пожалею, я знаю. Так, остальных мыслей у меня нет, но у меня есть вот эта мысль. Усваиваем. И начинаем над этим всем работать. Что они нам дают? Это нам дает один пси. Это... Одна земля, осталось 2 часа 30... Оно по времени чисто будет работать, да? Тихие воды. Получается, это тоже бонусы. Наверное. Может быть. Так, и вот тут вот, я еще пробегал, тут были два мужичка, я не помню, поговорил я с ними или нет. Давайте мы сейчас еще этим займемся. Они в камушке, что ли, играют? Жизнь? Не, 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 у вас и не должно быть борьбы. Он прикрывает рот ладонью, чтобы скрыть отрыжку. Дайте мне минуточку, офицер, а только доем стендвич. Он кивает на своего партнера. Поговорите пока обо... Ваши-то с этим злобным старикашкой. Рене. Ну-ка, Рене. Да как тебе совести хватает говорить... Мужчина-партнер, уныть своей спине каждый раз, когда нужно достать рулетку. Рене, ты человек с вилкой в мире супов. Прошу тебя, давай просто насладимся игрой. А, мужчина все еще живет свой сэндвич. Я пытаюсь, но ты же мне всю концентрацию сбиваешь. Ты старый, я это вижу. Ну так мы оба старые. Хватит хвататься за свою задницу, будто это демичья. Эти мужественные мужчины играют в шары. Это игра с шарами. Бери шар и играй. Не задавай вопросов. Сначала действуй, а потом задай... Не задавай вопросов, зад... А, сначала действуй, а вопрос задаем в другой жизни. Ладно, игра. Владает боевой дух. Даже не трать время на вопросы о том, что это за игра. Они все равно сами не знают. Время их молодости давно позади. 83. Ну давай. Успешно. Есть. Красиво. Тебя удивляет, каким легким оказывается шар. Впрочем, неважно, ты все равно справишься. Почувствовать шар. Холодный металл, прижимающий к шее, неожиданно гладкий на ощупь. Нам есть какой... На нем есть какой-то узор. Вероятная компания спонсора. На твоем шаре будет только выбоины от тренировок и шрамы от побед. Твои мышцы уже подстраиваются под вес. Нервная система калибрируется. Вы с шаром становитесь единым целым. Шаровек готов. Шаровек. Шар человек, блин. Я думал, что в этой серии не будет чего-то, что сможет меня пронять. Блин, оказалось. Так, осмотрим окружение. Холодный ветерок херошит твои волосы. Ты твердо стоишь, уперев ноги в землю. Все звуки, запахи, даже ветер. Все растворяется и остается лишь единое... Единение человека и шара. Есть еще время, чтобы заглянуть внутрь себя. Кто я такой? Воплощение чистого движения. Хорошо настроенный локомотор, работающий на пределе мощности. Инерзию нельзя удержать, как нельзя удержать выпущенные из ствола пулю. Отпускай! Стань пулей! Эм... Я... Не то сделал... Мерда верности кричит старый свалат. Это шары нужно было... Блин, надо было спросить про игру сначала. как тупо вышло то это мне рыта риторика перевела спасибо это было вовсе получился минимум на 23 метра а пожалуй на 24 с лишним весьма и весьма достойно да что с тобой не так черт возьми уж точно не слабый правый трицепс мне все равно что ты полицейским за вот так брать и порки к людям игрой это просто неуважение я понимаю почему сердится засток блин я опять промахал промахнулся такое испортила на игру сынок пытаешься пытается успокоиться на в питанг нельзя играть пятью булями а пей танк ах пи танк теперь понятно я думал мы толкаем ядро вообще-то так вот них и нифига подобного это питанка снова срывается и пушат голос как нам теперь играть верни наш буль спокойно рене пытается развить ситуацию в зерчак это все не просто недоразумение до офицера ничего страшного не случилось конечно случилось ты мароковный он сердца топает по земле своими кавалерийским сапогом ты должен нам чертов буль хочу ли это задание от сварливого старика слушайте мужики шара больше нет а мне надо убийство разыскивать ну хорошо давайте надеюсь она не на время хорошо я постараюсь исправить хорошо отливает он ошибки можно исправить когда человек хотя бы попробовал исправиться я полагаю что ты попробуешь а теперь скажи для чего ты к нам подошел для чего не что-нибудь знает об убийстве тут наверняка не скажешь он вполне может что-то знать тут риторика и логика спорят отсюда скрыл открывается хороший обзор ты знаешь что нибудь о повешенном на заднем дворе танцев триплея к сожалению нет пожимает в отличие от большинства местных у меня нет никаких предубеждений против сотрудников сотрудничества с органами но это дело просто полностью прошло мимо меня а что такое с большинством местных трудно их видеть в мартинезе законы устанавливать профсоюз у тебя значит нет проблем с копами оскорбительное словечко у меня нет проблем с сотрудниками полиции напротив я ценю их усилия по восстановлению порядка на наших улицах ничего не знает о преступлении зато с ним ты можешь с толком потратить время на разговоры о политике а что насчет сотрудниц я уверен что они совершенно незаменимы в бумажной работе и других административных областях не такой работ который не могли бы выполнить женщины вот это мужчина не может позволить себе устранить взор горизонта если не прикрыт тыл если женщина позаботиться об этом что мужчины могут заниматься важными делами великие умы мыслят одинаково рэнэ мы с тобой все понимаем да я не делайте никаких различий и к женщинам предъявляются те же требования что и мужчинам сухо замечательных и как свидетельствует квартальный отчет они настолько же эффективно выполняют свою работу в отличие от мужчин им приходится иметь дело с той же самой ментальностью что вы вдвоем сейчас демонстрируете продолжает он нахмурившись если бы не это они были бы успешнее нас глядят лист солдат бросает быстрый взгляд на лейтенант потому что поворачивается к тебя я рад что хотя бы кто-то остался способен сохранить способность мыслить этих на в эти неспокойные времена вы похоже играете в воронке да кивает мужчиной рельеф место стивность интересные разнообразие знакомую игру но это воронка от выстрела кстати знаешь как она образовалась до открывает он это был огонь тяжелой артиллерии понятно значит воронка от артиллерии снарядов но почему его почему что почему артиллерия почему приняли тяжелую артиллерию потому что так вот выходит когда коммунары крадут у тебя страну казняк верховное руководство превращает столицу в бойню приходится используя тяжелое оружие чтобы очистить собственный дом давай это вы применили к сожалению нет на колени поставили чужеземцы мы сражались благородно слишком благородно и поэтому нам задали трепку добавляет он сжимая буль в кулаке надо было драться грязно как они со своей пропагандой ультов секса и суициды и с бешеными анархистами на осколочных бомбах но мы так не могли ли нам оставалось нам не доставало мощность даже оружие серьезно сезарена благослови господь были недостаточного калибра наверное все было немного сложнее надо выбрать место подальше это место чертов плацдаун сынок говорит он на показано залив им надо было сперва хорошенько потрепать коммуняк плацдарм да кивает он для тебя с некоторым призрением плацдарм для координированные высадки морского десанта с целью отбить ревашоль маркин из был одним из трех оплотов ревашоль а во время операции смертельный удар в восьмом году остальные два стелла мари и дельта показывает он на северо-восток смертельный удар звучит мрачно земля здесь пропитана кровью солдат коалиции впервые высадившиеся на береге пробивавших себе перебивших этих бешеных собак весьма вероятно говорит он глядя вниз на почву что мы играем на в питанк на их изуродованных трупах пропитанная кровью земляка что-то это эквы разодорили старину рене можно подумать ему и так злости не хватало это объясняет как повреждением совершенно верно саната не обрушили у нас город от на 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 город адское пламя прежде чем пойти штурмом и это сработало ты замечаешь странный блеск его глазах остальной город расчистили а мартина заставили вы наседание потомком темный тим пробегает по его лицу и теперь тут фактически заправляют социалисты из профсоюза вы сами виноваты вмешивается весельчак вы мы коалиция ревашоли сам выбирая кого вы не закончили работу официально партия таки не сдалась само собой у нас масса влияние даже не начал понимать как понимать кто сидел за этим игровым столом а уж тем более ничего не знаешь об этих обстоятельствах которые он прерывается на середине фразы бороться к тебе а что ты думаешь думающие люди часто имеют свое мнение такого рода вопросам и делятся им заморские державы разгребли за нами бартака теперь правят нами у коалиции коммуняки просто не понимают как работают деньги я думаю вот это очень жаль что это оказались они и он смотрит на свои башмаки после восьми лет что я сражался с этими гиенами жрал кошек и пел в горах собственную мочу я бы предпочел чтобы превошел вернулась благородный дьем король по праву или даже чтобы этот чертов фритисель поднялся бы из могилы и повел нас увы вышло все не так вместо это все что было справедливым священными прекрасным в этом мире смело прочь остались одни ионовые вывески до рекламы зубов пасты не иноземцы впаривают нам ненужные товары и по радио крутят идиотскую музыку он вздыхает именно этого и добирались коммуняки в этом с самого начала состояла и вот что они хотели заменить заменить и вот наш на что они хотели заменить правление сюзерена это король забыли что ли он медленно кивает повторяет сам себе все уже забыли самообладание с тобой нет смысла об этом разговаривать еще в папашных случилось когда мы дали последний бой отбросами бросили в кавалерийскую атаку бросились кавалерийскую атаку на ружье 8 процентов но я нажму мало очень и здесь старого ветерана который отказывается расставаться с прошлыми со своей военной формы такое случается он видит куда ты смотришь и кивает это мундир кавалерийских карабинеров на службе фриселя 1 и доблестного короля филиппа 5 до него ты против фриселя ты про фриселя смехотворного и тебе произносить его имя трус хотя он был клоуном нехотя добавляет он он был нашим клоуном и нам над ним нам над ним смеяться и горевать из сумки мест ты что-то упустил потом разберешься не волнуйся а вот это что такое этого раньше не было огромные були шары достойны настоящего мужика у нас вечеряет потихонечку уже 20 часов наступает день проведен с огромной пользой мы наконец-то разобрались нашим ночлегом получили много информации здорово я думаю следующей серии мы с вами пойдем до пуль найти понятно следующей серии мы с вами еще сходим к порту посмотрим что там творится и над посмотреть может быть к вечеру эти пацаны куда-то свалили которые там были возле дерева на этом пока что все спасибо что были с нами ребятушки увидимся в следующей серии всем удачи добра бобра все молодушек и всем покеда и и и и и и и